Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я со всеми уже практически пообщалась Но вы самая детальная команда Вот что могу сказать Вы самые наинтересованные Думаю,Мегафон от всех Вы считаете? Думаю,думаю Кто самый главный конкурент Кто самая сильная команда Но мне сложно судить Я пока лишь могу судить по тому что мы видели на церемонии Есть команды для которых больше это фан то есть прийти повеселиться и поржать ну допустим вот у я на допустим у неё лайф того что она в баскетболе не разбирается ей просто интересно прессоваться с ребятами зажечь и повеселиться это не плохо это классно просто ядреное сочетание но у меня есть очень сильное желание выиграть я это помню еще церемонии драфта я не люблю проигрывать очень сильно кто главный конкурент кто кто еще претендент на победу кроме вас фидук швед павленко однозначно моня шестун я ставлю наверное так выделяю остальные пусть убежается но они три это мы мы первые потом 2 извините и и две оставшиеся не будем по именам называть вот это самые популярные знаете команды сразу что эта команда самая сильная мы реально посчитали что эта команда фаворит они оступились вот в этом преддрафтовом турнире и поэтому по себе пошли четвертыми четвертыми да и понятное дело что мы вторые выбирали я поэтому очень рад что первая команда не увидела у них потенциал а мы с клавой сразу определили что это наша команда кто красочный игрок от кого мы будем смотреть данки данки от макса захара пустота данки данки как они падают кольцо мы хотим флэм данк очень красивый ну в принципе все равно два очка даю так что это не стоит как говорил наш тренер все равно два очка вот от него мы и ждем правильно откуда вы его взяли почему именно его и за сколько главное приходилось ли кидывать свои денежки мы отдали максимально что возможно было это сто восемьдесят поэтому если за других игроков там претендовали кстати мы знаешь чем хороши ну короче кого не выбираем у нас даже нет конкурентов вот козлов мы хотели бы пожалуйста забрали а потом егора так захотели взяли и драмира тоже никто не претендовал потому что они не видят в нем понимаете не видят например там кофе на фризон по-любому выбирали либо за так сказать красивый парень или нет или в красивых кроссовках или нет посмотри на драмеры и внешнего непрезентабельный но я его знаю внутрянку содержание и там он очень сильный красивый человек классика лейзи трое на периметре пришли там серый или макс заходите внутрь только давайте догонимся что заходишь не вот так прямо и толкаешься и в итоге высоко получаешь условно забегаешь под кольцо под самый защит выходишь в зависимости где мяч и занимаешь позицию и выжимаем только не суетимся то что у вас по большому счету подразумевает что будет много времени и свободы получили там сели пониже занесли мяч вы же там два очка или как предложение да мы можем это первая комбинация изначально мы можем использовать смотри ли мы просто заходим серёг как четыре у нас теперь просто по большого ли мы играем как даймонд как раз четвером будет удобно идеально ты можешь а русского скрином идет даймон ты имеется даймон вышла получил за слон большой большом развал давайте тогда позвонцем давайте в этом идем давай и потом рога мы сделаем то что рога бессмысленны почему я вам просто один пикинг ролл рога бессмысленные я тебе покажу с флэером флэером и с переводом на дальнюю сторону хорошо покажи нет ощущения что вот он как будто слишком напористый тренер таким должен быть если он будет просто давайте повеселимся ничего вообще не будет но он слишком на энтузиазе берем много идей но у него такой тренерский опыт что я думаю знаю как надо но мы не собираем у нас нет выбора все что все чему я могу их научить это снимать в к клипах это тоже много это знаешь на самом деле здоровый крутые ребята ну смотри у нас просто команда краши ну как минимум но нету есть напишите в комментариях кто вам понравился больше всего девчонки посмотрит это видео напишите кто по внешке вам больше итак парни сыграем для развлекухи для настроения только не иваныч и ванныч все время хохочет правило дайте кофе по очереди бросаем перед каждым броском делимся кто верит что я попаду и кто не верит в зависимости как забирает пусть бегут как сыграет ставка тот бежит или не бежит верно бежит по кругу или что смотрите бросая я но броску кто верит кто не верит проверка такая в команде я не могу я почему я не умею я всегда верю в команду но тогда смотрите для того чтобы все-таки набрали форму я специально промажу начинается форс-мажор пусть бегут это глыба я верю в тебя вот она мягкая мягкая хорошая сань верю не сань мы не провокаторы нет там нет давай забиваем у тебя владелец не верит опа 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 я худил не подведи а я не третий не сереже надо кататься аккуратно это уже не важно серёжа вечно двадцать пять так только вдох выдох не около у тебя два попадания из трех защиты то есть ты делаешь сейчас три броска и можно не торопиться смотри во первых ножки не вместе баланс нарушается пошире чуть-чуть согнуло бросаешь за счет разгиба ножек и и напряжение ягодичных мышц окей и направляй туда рукой точно выдохнули выдохнули хопля один есть держать ручки подержать закрыть кисточки вот тогда да да пальчики наверх ну это смотри ты левша или прукошь ножками оп и оставь брови символ рядом нет давай еще еще клау Лучше и… Опа! Хороший! Субтитры сделал DimaTorzok Это счет в принципе в жизни у каждого человека. И поэтому очень интересно, очень интересно за вами наблюдать. И я не знаю, я уже верю в нашу команду, хотя я не так хорошо всех… Что-что? У нас уже есть кричалка, да? Все, вера есть, да, вера есть. Ну что касается веры в себя, я уже делилась с Сережей, говорила о том, что редко бывает, когда у тебя все идет плавно-плавно к победе, и ты достиг. Безусловно, у всех, наверное, успешных людей всегда происходит вот такой рост. Обываешь, что ты растешь, и потом очень сильно падаешь, и потом поднимаешься и так далее. И по теории вероятности, наверное, вряд ли… Ну, можно подумать, что вряд ли я человек, который вообще никак не связан с баскетболом, привнесу успех в нашу команду. Но если под это посмотреть под другим углом, что у нас есть Серега, который будет, грубо говоря, отвечать за всю теорию, за всю мощь профессионального уровня, а я буду как талисманчик… Ты мне уже вернук повесил, я теория этих хренов. Ну, не теоретик, тренер. Я еще могу прикладные… Ну, ну, ну что, просто я это не могу, понимаешь? Вот, и я готова быть талисманом для вас, потому что в моей жизни было уже достаточно много падений, и возможно, что сейчас вместе с вами у нас будет еще одна победа. Вот, я в это очень верю, верю в каждого из вас, верю в нашего тренера. Уже тренера. И тренера, да. На полставочек. И я думаю, что люди, которые находятся по той стороне экрана, они тоже чувствуют, что у нас особенный вайб, и я думаю, что у нас есть реально все шансы, чтобы выиграть, провести классное время, подружиться, кайфануть и разукрасть еще одну страницу нашей жизни очень яркими красками. Может быть, каждый сейчас вспомнит историю, где, казалось бы, можно было опустить руки, но он поверил в себя и вышел победителем в ситуации. Короче, расскажу тебе вот такое. Да. Давай. Быстренько. Ну, это было немного. Я уже где-то там. Быстренько. Короче. Наше поколение, там, баскетболисты помнят по одной значимой победе. Победа на чемпионате Европы 2007 года. Что было до? До было следующее. Я, как молодой игрок, получил приглашение, опять же, да, после того состава с Динамо выиграли Еврокубок, получил предложение в сборную. Значит, и в 2007 году, за два месяца до начала сборов, до начала самого чемпионата, короче, отдыхал в Турции, меня укусило какое-то насекомое. Температура 40, значит, здесь мощный бурсит, становится дилемма, выбор. Операция, которую я не успевал тогда к чемпионату Европы, либо пропить курс антибиотиков, да. Выбираю первое, но что происходит? То, что я приезжаю на сборы никаким, проигрываю конкуренцию, меня Блад отчисляет. Ну, Блад – это главный тренер. Отчисляет все, для меня это точно потеря собственной силы, как бы, думаю, что вот заскочил на один сезон в сборную, наверное, все-таки это моя планка, до свидания. И дальше становится выбор, скорее, я хотел бы сказать не про веру, а про выбор, да. Выбор – обозлиться на кого-то, потерять веру в собственные силы и так далее, либо продолжить тренироваться и бла-бла-бла. И что произошло? Еще были предсезонные турниры, команда туда проехала, сильно проиграла предсезонные матчи, и Блад, преследуя цель, как бы встряхнуть команду, возвращает меня в сборную. Но я на этом стрессе, как бы, заскакиваю в последний вагон и становлюсь, как бы, одним из участников того, как бы, той чемпионской команды. Поэтому тут вопрос не абстрактно «верю-не верю», а, наверное, просто быть готовым к тому, что тебе возможности все так предоставиться. Да, не упасть звуком, потому что можно, окей. Нормально, зачитал. Все, спасибо, я выполнил. В спорте с возрастом, я не помню, что было, где-то года 32-33, я рву, знаком Сергей, с этой травмой, крестообразную связку. И у меня так получилось, что я был в команде, которым, ну, отнеслись к этому, ну, выбросили просто меня, как хочешь. Сделали кое-как мне операцию, и все, и пустили по ветру. В таком возрасте это как клеймо. Как бы, как клеймо, и мне показалось, что, ну, либо, что, заканчивать. Но так как я еще себя ощущал, играть могу очень долго, я два года, можно сказать, практически, вот, бесплатно я существовал два сезона. Как бы, как говорится, на еду мне давали. Вот, и один тренер, Павлик сегодня рассказывал этот момент, просто дал мне шанс. Вот он просто меня взял и пустил во все. Делать, что хочешь, играл не на своей позиции, возился с мячом, и он мне в этом матче помог. Поэтому вот... Но это нужно понимать, когда ты рвешь Христы, а не... Да, и к тому, что к нам ставят клеймо, и чтобы добиться того, чтобы в тебя поверили, чтобы в тебя рассматривали вариант для усиления команды, ты должен был проиграть год, а то и два, как бы вышло в моем случае, чтобы люди могли не сомневаться, что у меня все нормально. Какой клуб, Андрей? Кто дал? Кто вернул? Ну, вернул Ливану в горе. Это какой клуб? А где порвал, ну, ты знаешь. Это он человек? Да, где порвал, все. Кода три назад я еще играл, он узнал, что я еще играю, и удивился этому. Поэтому... А мы не просто играем, мы и выигрываем, правильно? Я рвал как раз уже в таком возрасте уже 32 года, то есть я порвал одинок, один раз крест, и через год у меня случился рецидив. Крестнообразный связок с коленом, на чем держится. У меня случился рецидив, и я не сделал операцию, я просто выкачал колено и продолжил играть. Я один из немногих, кто играет без креста. Обалдеть! Ты быстрее сотрешь суставы. Да, и для этого я тоже... Это тут, наверное, вывод, можно следующее сказать, насколько мы психи, фанаты, любим баскетбол, что вот приходим к такому решению. Не делать операции. Трое из четверых, которые высказались, точно знаю, у тебя клубок с крестообразной. Все нормально? Не рвала? Ну, не, мне говорили... У меня же другое немножко, у меня связки вокальные. То есть было такое, что... Ну, ты тянешь ноту, у тебя постоянно срывается голос. Вот. И говорили, что мне вообще типа нельзя петь после того, как голос немножко... Короче, фигурально выражаюсь, у тебя тоже проблема со связкой была, только в своей серии. Я первое выскажу себе связок. Продолжаем. Да, Макс. Не, ну, если... Простите, перебью. Вот если бы мне сказали, что у меня проблемы со связками, если я буду петь постоянно, то я сокращаю себе годы жизни. Я бы согласилась точно продолжать петь, потому что лучше я буду жить меньше, но делать то, что я люблю, чем я буду жить больше и заниматься тем, что мне не нравится, и типа откажусь от своей мечты. И знали ли вы, что вы так похожи, когда собирались в одну команду? Да, видимо, видимо, как-то... Да, да, вы прям... Один вайп у вас прям тут. Откуда? Есть сценарий. Победители. Опять сценарий? Все было. 100%. У меня был такой плавный, небольшой переход. Он длился-длился, и встал вопрос, заканчивать, не заканчивать карьеру. Я встретил свою любовь, свою жену, свою семью, на определенном моменте, и получилось так, что мне надо было, наверное, заканчивать с баскетболом. Ну, то есть мне предлагали... Делать выбор, семья или спорт? Да, семья. Мне были предложения ехать куда-то на периферию, далеко, Владивосток, Ревда, Сургут. Все это очень такое... Для семейной жизни не супер приспособлено, как бы с учетом возрастных уже... возрастного времени, скажем. То есть если когда-то молодой, еще возможно путешествовать вместе и соблюдать это, когда-то возрастнее, это достаточно сложнее. А вот. И пришлось как бы сделать выбор, правильный выбор. И в итоге все равно пришлось потом вернуться в спорт, вернуться туда же. Хотя семья очень много дала мне, поменяла меня в образе жизни, в понимании жизни. И как бы дети, двое пацанов, все классно, здорово работаем. Но все равно мы каждый день приходим, конкретно даже в этот зал. Я бываю здесь очень часто, очень люблю эту поляну. И все же мы приходим, собираемся по воскресеньям, мы тренируемся, бегаем, играем. И коллектив, коллектив. И наша лига, в частности, она уже становится более такая медийная, интересная. и мы встречаемся чаще и больше. Да, мы как в кругу анонимных алкоголиков. Человек, которого добрали с драфта. Я расскажу. У меня просто история не про травмы, а больше про верю-не верю, когда тренер. В общем, был на сборах в ЦСКА, где-то лет 11-12 было. Приехали на сборы, только там первые водные тренировки, ну такие, больше погружались просто в эти сборы. А первые тренировки, вторые нормально проходили. Там уже с третьего дня тренер меня начал корректировать, ругать. Там четвертая тренировка, я уже как бы более расстроенный, прихожу, меня опять там корректируют, что-то там подсказывают, тоже опять ругают. А когда команда, там, не знаю, 30 человек, все на тебя смотрят, все думают, думают, что ты всегда все плохо делаешь. После тренировок тоже говорят, типа, ну вот, его опять корректировали. В общем, я там со слезами на глазах уходил с тренировок этих, думал, когда уже закончится сбор, а это только начало было. Вот. И где-то на, не знаю, на пятый день я тоже шел там, повесив нос с тренировки, да, корпуса своего. И там ребята говорят, типа, блин, вот тренер нас вообще не корректирует, нас не замечает. Я думаю, как, блин, и мне плохо получается, им плохо. Ну, я им как бы свою историю рассказал, говорю, типа, блин, а вот меня постоянно это меня задалбывает, да. Вот. И они говорят, ну, тебе везет, тебя хотя бы корректируют, а нас даже не знают, как зовут, наверное. И я такой, типа, переосмыслил, думаю, а может быть, это хорошо, типа, это же полезно, когда тренер тебя, ну, как-то корректирует, подсказывает и все такое. Поэтому после того дня я начал нормально относиться к критике и то, что подсказ, вот. Ну, это мудро. Сергей, да, не даст соврать, как корректирует меня. Да, я сразу заметила, Сергей сразу улыбался. Серега был тренером ЦИСКО. на сборах. А тренера можно назвать, нет? Меня? Нет, я имею в виду того, кто меня корректировал. Кто? Ну, Саша Груич. А, Саша Груич? Да, ну, это большое спасибо ему за то, что корректировал, подсказывал, поэтому... Ну, ты рад, что тебя забрали в правду сюда. Конечно. Да? Ты хотел в эту команду? Волновался, но... Да, и это тоже был сценарий. Блин, где он? Где он? Хороший голос. Ты именно в эту команду хотел? По чесноку скажем. Ну, да, это нет, я просто за доброту, а Клава, она добрая, поэтому, если честно могу рассказать, у меня просто бабушка Клава, и поэтому у меня сразу ассоциация с блинчиками, с шоколадками, с подарками на день рождения Новый год, поэтому у меня все это... С детства воспитывал, что Клава это добрая-то, она. Да, это хорошо. А у меня прабабушка Клава. И что, Клава, получается, Егор беззамен будет играть теперь, да? Ну, нет, я не такой. Ну, у меня история чуть другая. Я из маленького города долго выбивался в Минске, тогда было БК Минск 2006, и вот я получил гарантированный контракт, один из трех игроков 95-го года, кто получил контракт по стандартам ФИБО, Международной Федерации Баскетбола. И, как бы, первый год хорошо, второй год неплохо, но пришел другой тренер. Вот он как раз меня не поверил. И третий год у меня был очень разбитый, потому что меня и в аренду сдавали, я не играл в основной команде. Вот, меня тренер уже не хотел с собой видеть, заставлял просто бегать. В общем, я потерял даже контракт свой гарантированный. Я просто поехал сюда, в Москву, получать, ну, если одна дверь закрывается, то открывается другая. Поэтому я подумал, поеду играть по студентам в МГУ и, может быть, получу диплом и стану великим специалистом в другой сфере. В какой? Ну, на тот момент спортивный менеджмент, у меня вообще три диплома, я логист-экономист и политолог. Помните, да, самое умное? Да, А у меня образование будет службе, между ними. Давайте посчитаем количество дипломов в конце. Да, давай, хорошие. Три высших? Три высших, и сейчас я даже учусь. В 28 лет? Да. Вы точно самая умная команда. В Минске верили, а в Москве поверили. То есть, я и по студентам сразу начал играть, с какого-то признания, люди стали звонить, тренеры требовать, вот, поправлять, да. Я понял, что вот меня ждут, и я вернулся в спорт в каком-то смысле благодаря другим. В меня люди верили, и у меня пошло, я стал играть на хорошем уровне, на меня появился спрос, и вот я здесь. Блин, круто! На самом деле, получается, в себя другие люди поверили. Тоже немаловажный, да, момент? Да, да, иногда не хватает внутренних сил, чтобы самому в себя поверить, нужно, чтобы какой-то добрый человек тебе сказал, ты крутой. Тоже комбьюнити какое-то нужно, добрые люди вокруг. Ну, мы рады, что ты все-таки не в науке. А то одного Сереги хватает, он умничает, а то второй будет. Ну, это судьба Серег такая. Ну, я начну с того, что из всех присутствующих здесь, ну, я не играл на профессиональном уровне никогда. Вот, нас двое, хорошо, что тут двое. Вот, а это любительский баскет, ну, и вообще это любительская история, ты всегда борешься с собой, что ты, ну, зачем тебе вообще в принципе это надо. То есть, ты там ходишь в институт, потом ты там находишь работу, и баскетбол, он вроде где-то рядом идет, но ты думаешь, а зачем, ну, может, я закончу это все, ну, как бы, ну, нафига это, там, три-четыре тренировки в неделю, куда-то ездить надо постоянно, там, покупать самому, там, кроссовки, еще что-то, ну, форму какую-то, вот. И вот это вот все время борьба внутри в тебе происходит, и ты хочешь, ну, в принципе, постоянно думаешь о том, что, ну, может, я закончу, как бы, и все. Вот. Но я не заканчивал, вот, и продолжаю. И одна из таких историй, наверное, самых таких тяжелых. Мы играли по студенческой лиге, АСБ, за питерскую команду, я сам из Питера, вот, университет технологии и дизайна. У нас тогда была очень сильная команда, то есть мы собрали, по сути, там, лучших игроков всех, там, с Питера, кто был в нашем возрасте на тот момент, там, Влад Мелешкин у нас был, Тема Тимофеева, с которым мы в Манни Бол играли недавно. Вот. И, ну, мы шли к победе, были уверены в том, что мы выиграем этот сезон, то есть вообще у нас не было сомнений. Но в финале что-то пошло не так. Вот. Мы проиграли три очка мгавку в концовке. Я вообще провалил игру, то есть забил там ноль очков. Ну, как сказать, забил, да? Ничего не забил. Вот. И после этого такой был удар серьезный, да, по психологии. Вот. И тогда вот прям хотелось все бросить уже точно. Вот. Но потом как-то тоже вот Сергей сказал там, что люди, его поверили, да, мы там тоже начали звонить. Давай, приходи, там, продолжим играть, играть. И как-то вот я выплыл из этой ситуации. И через там несколько месяцев стал чемпионом России 3 на 3. Йоу! За это там получил мастера спорта. Вот. Ну и после этого у меня не осталось сомнений, что даже на любительском уровне, то есть я буду все равно продолжать и буду с баскетболом, ну вот, до конца. То есть пока там прям совсем не смогу уже передвигаться, грубо говоря, там по площадке. Вот. То есть вот такая история. Это круто, ребята, верьте в себя. Банально, я вот как Сережа, наверное, с маленького города, Саратовская область. И получается, там тяжело как-то, ну, тренировки минимальные. Площадок нормальных нет, наверняка. да. Тренировок тоже как бы мало. Поэтому вряд ли кто-то верил, что я смогу куда-то поехать, и играться, и профессионально играть. Но с самого детства мечтал стать профессиональным спортсменом и баскетболистом. Вот моя мечта сбывать, что это, наверное, самое главное. Зибик, я в тебя верю. Ты не знакомый. Да вы вообще все друг в друга верили. Я видела, как вы играли, и никто практически не оставался на стороне, где не верю. Вы все перебегали только ради фана, чтобы пробежаться. Вы оставались на другой стороне. Как там квадранты называются? Кого верю, в кого не верю. Да вы тоже стояли. Радикальная откровенность. Кто финальные слова? Кто? Ты? Я нет. Давай я. Ну, мы рассказали все. А ты расскажи историю-то, давай. У меня какая история? Про веру в себя? Да. Блин, ну, я занималась стендапом. И мне говорили, что стендап это не для симпатичных девочек. Надо башку не мыть, надо надевать эти худи. И я в какой-то момент так загналась, что мне просто понадобился психолог. Потому что я начала тоже... Ты такая, я красивая, черт. Нет! Нет! Дело не в этом. Мне захотелось носить худи, хотя я это не ношу. Я начала просто... Что ты имеешь против худи? Нет, я хорошо худи, но я это просто не ношу. в обычной жизни. Я подарю тебе красивый худи. Давай, блин, у меня будет худи. А ко мне подходит Я дальше не буду. Нет, костюм клевый. Худи. И ты загналась к психологу? Я загналась, что, ну, мне просто нужно было... Я начала носить одежду, которая мне не подходит, просто я не чувствую себя в ней. И я начала ходить к психологу, и мне сказали, мне психолог вывел, она говорит, слушайте... Милая, худи, это нормально. Супер, да? Я просто знаю... Она говорит, вы можете, вы можете... Ход в эту индустрию обязаловка, что ли, в худи? Не-не-не, обязаловка, просто... Это отвлекаете. Говорят, женщина не должна так ходить, не должна выступать в лонгсливе, например, потому что это отвлекает от шуток. Надо в паранже выходить. Выходи в худи. В костюме Москота. Мне психолог сказал, у вас есть два оружия, есть и внешка, есть и юмор, вы можете просто это совмещать. И как-то вот вышло, и вот, пожалуйста, что-то получается. Женский стендап на ТНТ, пожалуйста. Смотрим регулярно. Каждое воскресенье, все получится, да? И, наверное, наш генменеджер и владелец команды скажет какие-то финальные клевые слова, чтобы вы не сомневались в себе и дальше. Генменеджер не будет. Генменеджер устал. Ну, я просто могу сказать одно, что... Работа надо ехать уже. Ты отработала... По теории все. Мы профессионалы, у меня до 15 на ноль. Тренировок начинается. Тайминг, кстати. Как баскет и тайминг. Ну, короче, чем зафиналить? Ну, у меня было очень много как бы историй в жизни, когда передо мной закрывались все двери. То есть я... Ну, не хочу сейчас об этом рассказывать. В целом, если захотите, у меня куча интервью есть, там можно посмотреть, ознакомиться. И ты наша посмотри. Я посмотрю. Я погружусь. Я погружусь. Вот. И, конечно, каждый там человек, который к чему-то стремится на протяжении своей жизни, сталкивается с моментом, когда хочется опустить руки. Вот. И, наверное, общаясь с большим количеством людей, которые чего-то достигли, очень есть такая закономерность одна, что, как правило, человек опускает руки перед тем, как его ждет сумасшедший какой-то взлет. Поэтому, если ты человек, находящийся по ту сторону экрана, сейчас испытываешь состояние, когда сложно, когда ничего не получается, когда не верят в тебя близкие, родные, твоя команда, ты сам себя вот не веришь, возможно, это тот самый момент, та самая как бы жопа, после которой тебя ждет очень сильный подъем. и готов ли ты типа отказаться от своей мечты, вот сейчас, в этом сложном моменте, понимая, что, возможно, завтра твоя жизнь изменится. Или, возможно, завтра ты еще глубже закопаешься в эту яму, и потом будет еще красочнее этого подъема.